Таксис настоящий, поэтому большое тебе спасибо. И я решила немножечко снова вернуться в Японию. Это небольшой только рассказик, но не мой. Это японская народная сказка. Называется очень провокационно. Леса в борделе. Я очень люблю лисичи. А лисицы в Японии это божественные животные, которые служат богиней красоты Имаре. Даже вот есть какая-то японская косметика, называется Имаре в честь богини красоты. И лисицы как бы вот ее слуги, ее вестники, ее посланники. И имаре это оборотни. То есть они могут быть прекрасной девушкой, а могут быть лисицей. И вот в связи с этим есть такая чудесная сказка. Но однажды крестьян, крестьянин молодой, увидел, что у его колодцев стоит прекрасная девушка. Она попросила у этого парня, японца, попросить, чтобы он не достал воды. Он ей, естественно, воду достал. Она сказала, а теперь женись на мне. А он говорит, ну ты такая красивая, прекрасная девушка. А как же я могу на тебе жениться? Я вообще бедный парень, простой, из христианской семьи. А тебе нужен богатый. Она говорит, а я тебе денег принесу, ты продай меня в бордель. Обалдеть. Вот. Ну парень подумал, думал, ну наверное надо. Он ей за большие деньги, она же красивая, юная, прекрасная, продал ее в бордель. Это рекорд. Да. А она взяла, превратилась в лисицу, она потому что была оборотной в немаре, и сбежала. И вернулась к своему возлюбленному с деньгами. И так несколько раз она делала, он ее продавал в бордель, и она возвращалась, и ей принесла много денег, и она даже не счастлива. Ура! Это такая потрясающая история, мне кажется. Ну такая вот японская волшебная сказка. Ну, конечно же, царское село Петербург применяет танцы. Она хитрая лисица. Да, хитрая лисица. Я вот тоже немножко лисица, очень люблю этих зверей. Но сейчас хочу перейти к теме Петербурга. И вот жалко ушла Марианна, я не принимаю эстафету, я тоже в этом году была в фестивале сирени в Ботаническом саду в феврале. Вы представляете, снег, мороз, почти минус 10, там чудесная сирень. Прочитала лекция сирени в парфюмере прекрасный творческий человек Ирина Арсеньева, наш петербургский парфюмер и искусствовед. И после ее лекции меня вот такой катарсис поразил, что сирень – это один из символов нашего города. Потому что город заложен в то время, когда цветет сирень, что очень символично. И сирень стала таким неофициальным символом победы именно в нашем городе. У меня родилось такое коротенькое стихотворение, но вовсе очень высокой целью. В частности, у меня Слава Ичкаримов, мой наставник литературный, тоже чудесный церковь сельский поэт. Называется «Сирень Петербурга». Лиловые гроздья, лиловые тени, и разум, и сердце наполнят томленьем, и ночью не дремлет вперед роматурга Сирень Петербурга. Как выжить в морозы, как выжить в бомбежке, лишь голод и страх отразились в окошках, и жизнь после смерти, и рай после ада Сирень Ленинграда. Счастливые лица, студенты, туристы, как в мае соцветия, прекрасны, душисты, и город стоит под рукой Домиурга, Сирень Петербурга. Ну и как любовная тема, вот последнее мое крупное стихотворение, посвященное одному человеку, называется «К последним берегам». За основу я взяла строчки немецкого поэта Михаэля Кюнса, современного, «Wir sind wir zwei Worte in der Nacht». Мы подобно двум лодкам в ночи, даже вот немецкая тема перетекает постепенно от Оксаны Хомич ко мне, потому что я тоже немецкий изучала. Ну такая вот баллада. Мы лодки две в ночи Расстанемся с коренью, У каждой свой печал, У каждого свой грусть, У каждого свой путь, По пенье быстрых дней, Тогда откуда боль, Тогда откуда грусть, Ни алых парусов, Ни белых кораблей, Я от судьбы не жду, Лишь утлая ладья За две монеты в глаз Везет меня быстрей К последним берегам, Где нет еще тебя. Бессмертия любви, Бессмертия души, Обещанной не нам, Ведь мы не так чисты, Но святость — это миф. Скорее поспеши в объятия, Пока огонь мой не остыл. К последним берегам, Заблудшие в ночи, Отправимся мы в путь На черном корабле, Смотри же на меня В сиянии свечи, Пусть вместе сгинем мы В сгущающейся мгле. Мы лодки две в ночи, У каждый берег свой, Кому богатый порт, Кому пустынный пляж, Кому лазурный штиль, Кому лишь булевой. Осталась мне мольба, Она — надежный страж. К последним берегам, Среди потухших звезд, Плыву к тебе, мой друг, На белых парусах. Закончилась гроза, Горит на небе мост. Я вижу свой причал, И слезы на глазах Не разобрать их. Браво! Спасибо.